здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас несколько странная тема поговорим о том есть ли душа у аутистов откуда эта тема вообще взялась не так давно одна мамочка меня спросила есть ли у аутистов душа вопрос был очень неожиданный для меня идея показалась скажем правду очень дикой мне стало непонятно откуда вообще такая идея могла прийти в голову я стала ее расспрашивать и она сказала что искал в интернете материал про аутистов там как их лечить еще что то и нашла какое-то видео где вот какой-то человек не знаю кто рассказывал что аутисты рождаются без души именно из-за этого они аутисты и вот с тех пор она очень мучилась переживала то есть одной стороны она то видел что ребенок однозначно одушевленный но вот сказали же вот она и мучилась потому что мысль действительно звучит очень страшно я поэтому постараюсь изложить наши отношения к этому вопросу и скажу сразу до всех объяснений что мы такие идеи очень не любим то есть мы считаем что эти идеи очень вредные они наносят вред как детям так их родителям а также окружающему обществу и поэтому конечно хотелось бы чтобы они не возникали такие идеи а сейчас давайте поговорим так сказать о сути есть ли душа аутиста ну во первых я должна сказать что не является секретом что мы верим в единого бога мы верим в то что он создал человека и мы верим в то что все это описано в торе в библии вот передо мной это оригинал турана вим кто вим мы через некоторое время обратимся к этой книжке давайте посмотрим что же там написано про сотворение человека первая глава книги берешит то есть на иврите она называется берешит на русский язык это переводится как книга бытие ветхого завета в этой главе рассказывается о сотворении человека если смотреть внимательно то там есть два рассказа то есть первый в первой же главе в разных ее частях есть два рассказа о том как всевышний сотворил человека первый раз об этом рассказывается в первой как сказать первом параграфе первой главы и в первом варианте рассказа упоминается что бог сотворил человека по своему образу и подобию как это обычно переводится на русский что общем не очень понятно и основной посыл того рассказа это то что человеку дана власть над всем прочим сотворенным сейчас нам эта тема так сказать мы ее отложим сторонку она нам сейчас не актуальна и мы перейдем ко второму рассказу который находится во втором параграфе первой главы и вот этот вот вариант рассказа для нас гораздо интереснее в плане понимания что такое душа и у кого она есть вот что написано в оригинале на иврите во второй главе книги берешит ваи царь хашем и луким это адам афар мин хадама ваипах ваипах бы а павни шмат хаим ваи и адам лине фиш хая и вот такой перевод этой главы я взяла из книги бытие с официального сайта русской православной церкви и перевод там звучит так и создал господь бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живую и при общем общей адекватности перевода здесь мы не можем проследить некоторые нюансы то есть русский язык силу просто своих лингвистических особенностей отличия от языка иврит не передает все оттенки смысла которые вкладываются в описание этого процесса в оригинале то есть как бы процесс понятия но вот есть такие нюансы которые нам сейчас вот необходимы поэтому давайте мы посмотрим на некоторые смысловые оттенки именно оригинала во-первых в иврите есть два совершенно разных слова которые на русский язык переводится глаголом создал сотворил эти слова основываются на корнях бет-рейш-алиф и ют-цадзи-рейш в русском переводе нельзя прочувствовать разницу зато если читать на как бы на иврите то это разница понятна всякому кто знает иврит а разница вот в чем глагол бет-рейш-алиф используется там где из ничего создается что-то то есть вот не было ничего и вдруг что-то возникло то есть когда речь идет о создании земли и неба то используется именно этот глагол то есть создано из ничего глагол ют-цадзи-рейш использует тогда когда хотят сказать о скажем так о чем-то сотворенном новом то есть например в отношении художника или скульптора будет употреблен именно этот глагол то есть художник и скульптор они сотворяют новое из старого но они не могут сотворять что-то из ничего в истории про сотворение человека как это ни странно потому что это действительно странно если подумать используется именно глагол ют-цадзи-рейш и цар и что говорит о том что человек не являлся на тот момент чем-то уникальным в этом мире то есть человека создали из чего-то уже созданного ранее собственно в данном случае нам сообщают из чего он был создан он был создан из праха земного и в данном случае это поэтический образ который указывает нам на использование подручного материала скажем так не самых возвышенных свойств то есть взяли его вот из праха земного из чего было из того и взяли то есть человек как бы не был одушевленным до тех пор пока бог не вдохнул в него живую душу нишмат хаим и вот с минуты когда бог вложил в тело живую душу человек стал именно тем что мы называем человеком собственно стал живым и вот именно это и говорится здесь свои ходом ли не фиш хая и стал человек живою душою то есть как только появляется человек то с ним вместе появляется живая душа то есть человек вот как сложная система с очень сложными вот этими нерефлекторными поведенческими реакциями с понятием морали соответственностью за свои поступки это вот все результат того что бог в дуну в этого вот человека созданного из праха свое дыхание свою живую душу вот понятно поэтому что даже одним лингвистическим анализом святых текстов можно очень многое для себя понять о том как мы устроены как устроен мир и прочее тема это очень глубоко интересная и можно про него говорить очень долго и на цикла и с удовольствием но у нас на данный момент все таки остается вот этот странный вопрос если душа у аутистов поэтому я пропущу некоторые пласты рассуждений и приду к структуре человека иудейская традиция рассматривает человека как многоуровневую систему самый нижний осязаемый уровень нефиш животная душа которая включает в себя и физическое тело здесь обратим внимание сразу физическое тело не отделяется от души она часть животной души и собственно уже вот нам ответ на вопрос если душа аутиста ответ очевидно конечно есть любой у кого есть живое физическое тело он имеет душу ну по крайней мере и животную часть опять же если мы вернемся вот к этому тексту что только после того как бог вдохнул свою божественную душу человек стал живым то очевидно что есть и вся остальная часть и по традиции божественная часть души является неуязвимой ее нельзя испортить ее нельзя повредить она остается чистой совершенной правда она может не всегда как бы соединяться потому что если человек делает что-то неправильное то как бы этой душе становится здесь не интересно и и поэтому давайте посмотрим если она неуязвима откуда берутся всякие ментальные болезни собственно на эту тему тоже можно много говорить исходя там вот из того что я только что упомянула но мы эту тему пока тоже оставим поговорим про другое божественная душа и животная душа соединяются не напрямую между ними есть как бы еще слой и слой этот называется руах то есть дух и вот этот вот дух он может страдать при различных обстоятельствах поэтому вот в языке иврит нет так называемых душевных болезней а есть духовные болезни душевные болезни это будет махалот нефиш то есть это будут болезни тела среди прочих своих как бы обязанностей дух отвечает за моральные свойства человека откуда мы тоже можем сделать очень много всяких интересных выводов и увидеть насколько это соответствует происходящему в действительности так что же происходит с аутистами если у них есть душа что не в порядке в чем у них проблема мы по нашим наблюдениям считаем что заболевание возникает тогда когда нарушается связь между божественной частью души человека и его животной душой у аутистов нарушение связи частичное поэтому мы все-таки видим перед собой именно человека они скажем обезьяну или там корову но тем не менее из-за нарушения этой связи животная душа получает слишком много самостоятельности божественная душа не имеет инструментов для полноценного исправления и выполнение своей задачи то есть как бы божественная душа она как бы хочет управлять то есть растить человека делать его высоко моральным ответственным и так далее но вот что-то нарушилась что-то мешает и просто вот она не может этого сделать он просто туда не попадает и если удается восстановить эту связь и собственно тут не очень важно какими методами если это действительно восстанавливает связь то ребенок перестает быть аутистом он начинает развиваться поскольку божественная душа наконец начинает выполнять то ради чего она пришла в этот мир и ребенок собственно выздоравливает всякие идеи про то что аутистов нет души что они одержимы демонами в общем прочее подобное оно просто ведет к демонизации этих детей с нашей точки зрения это равно попытки поставить их просто вне человеческого закона это совершенно отвратительное действие наносящее сильнейший вред родителям самим детям а главное даже и не главное просто той же степени плохости наносящее вред общество в которой в котором эти люди семьи живут то есть это практически дегуманизация и стигматизация которая ничего хорошего не приносит поэтому я надеюсь что такие идеи не будут циркулировать в мире всем спасибо до свидания хорошего дня да и стоит отметить что это была первая часть рассуждения на это интересное дело не знаю посмотрим не знаю 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 Продолжение следует...